Посмотрим, чем закончится эта атака Большунова, за которого зацепился только один норвежец. И они пошли в отрыв, пользуясь быстрыми лыжами и хорошим самочувствием, хорошей скоростью восстановления. Клэба цепляется. И на последнем километре будет развязка. Я бы не сказал, что идеально у норвежца работают лыжи на держание. Как они вылетели, а как выстрелили из основной группы, так и нет. Это Гулберг, это не Клэба. Поэтому я и удивился, что мельницы Клэба мы не видим. Клэба-то третий. И в эту гору более своим фирменным ходом, который скоро продемонстрируют на Ютьюбе, посмотрим. И раскроет все секреты, как это делать правильно и эффективно. По крайней мере, так себя саморекламирует. Достается отличный дуэльный соперник Большунову. Но посмотрите, и остальная группа тоже отлично растолкалась. Большунов старался сбежать побыстрее. Старался изолировать Клэба, что было абсолютно разумным решением. Но и он, и отличный финишер Иверсен включились. Немножко проспали они эту атаку Александра. И дальше вы видите, уже начинается просто какая-то каша с расталкиванием. Многое делается эмоционально уже, а не технически, потому что осталось совсем мало трассы. И есть еще какие-то возможности догнать, но они минимизируются на глазах. Смотрите, какая скорость у Фина на спуске снова. Снова великолепно отработали лыжи. Или кто это там? Нет! Это так, это вообще, это группа или нет? Нет, это Севдекампо, который на другом круге находится. Вон он и ушел на этот другой круг. Перепугал, честное слово. Блокло-синий комбинезон, синеватый, зеленоватый. Австралийский в общем. Итак, рядом створ. Два Норверса, но они не вплотную. Прекрасная развязка. Отличный финал этой гонки, который мы, собственно, все и привкушали. Норверсы быстрые, как и всегда, но недостаточно быстрые. Очень-очень-очень плотная развязка. И это, конечно, не забудется. Но Клэба, вот интересно, сам момент, момент разрыва посмотреть. Где он? Зевнул ли или что-то еще? Что было не так у него? Маленькая драка.